Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 22 декабря. В этот день в истории нашего Отечества. В 1317 году у села Бартенево Тверской князь Михаил Ярославич разбил объединенное войско московского князя Юрия Даниловича и татарского военачальника Кавгадыя. В 1820-м кругосветная экспедиция Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открыла в Антарктике острова Траверсе. В 1920-м в Москве на 8-м Всероссийском съезде Советов был утвержден план государственной электрификации России – ГОЭЛ-РО. В 1943-м Совнарком СССР утвердил текст нового государственного гимна СССР «Союз нерушимый, республик свободных». Музыка Александра Александрова, текст Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. В 1969-м на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелия «Не горюй». 22 декабря 1317 года у села Бартенево Тверской князь Михаил Ярославич разбил объединенное войско московского князя Юрия Даниловича и татарского военачальника Кавгадыя, вторгшиеся в пределы Тверского княжества. Тверичи первыми на Руси одержали полную победу над ордынцами. Михаил Ярославич стал третьим тверским князем. В 1304 году умирающий великий князь Андрей Александрович, сын Александра Невского, завещал Великое Владимирское княжество Михаилу Ярославичу. И до 1317 года был он не только тверским, но и великим князем Владимирским. Все это время Михаил Ярославич воевал. Оберегая единство Великого Владимирского княжества, ходил походами на переменчивый Новгород, на торжок, на Москву. Московский князь Юрий Данилович, его двоюродный племянник, тоже хотел быть великим князем. В 1317 году, обещая платить дань большую, чем Михаил Тверской, Юрий Московский получил от ордынского хана Узбека ярлык на Великое княжество Владимирское. Зимой 1317 года вышел Юрий Данилович с немалым войском на Тверь. По татарскому обычаю взял он с собой в поход свою молодую жену Кончаку, сестру самого хана Узбека. В сорока верстах от Твери, на месте, называемом Бартенева, встретились неприятельские полки, и войско Михаила Ярославича разбило воинов Юрия Даниловича. Одним из итогов этого сражения стало пленение татарского князя Кавгадыя, братьев Юрия и его жены Кончаки. Михаил, освободив вскоре Кавгадыя, пообещал Узбеку освободить и его сестру. Однако Кончака вскоре скорпостижно скончалась. Бежавший в Орду Юрий Московский оклеветал великого князя, обвинив его в смерти Кончаки. В результате хан Узбек в сентябре 1318 года вызвал Михаила в Орду. Не ехать в Орду значит подвергнуть разорению Тверские земли. Михаил поехал. В Орде его судили и заковали в колодки. Обремененный цепями он не признал своей вины. Тогда ему предложили в знак покорности к ханской власти отречься от христианской веры и перейти в магометанство. Князь Михаил не принял и этого и был казнен в ноябре 1318 года. В 1549 году на Втором Макарьевском соборе в Москве Михаил Тверской был канонизирован. Нетленные чудотворные мощи князя-мученика были обретены 24 ноября 1632 года. 22 декабря 1820 года кругосветная экспедиция Фадея Блинсгаузена и Михаила Лазарева открыла в Антарктике острова Траверсе, названные в честь морского министра России того времени Ивана Траверсе. Основной целью экспедиции Блинсгаузена-Лазарева, согласно инструкциям морского министерства, было приобретение полнейших познаний о нашем земном шаре и открытие в возможной близости Антарктического полюса. По возвращении на родину участники экспедиции обязаны были представить отчеты обо всем увиденном. С полным сознанием ответственности перед Отечеством, посылавшим их в дальний вояж, русские мореплаватели покинули родные берега. Летом 1819 года шлюпы Восток и Мирный взяли курс в Атлантический океан. Сделав короткую остановку на острове Тенерифе, шлюпы направились к берегам Южной Америки. В ноябре Восток и Мирный бросили якорь на рейде Рио-де-Жанейро. Затем они вышли в океан. 8 декабря они пересекли 45-ю параллель. Утром 15 декабря показались остроконечные вершины острова Южная Георгия и соседнего с ним небольшого островка Уиллиса, открытых английским мореплавателем Джеймсом Куком в 1775 году. В течение двух дней русские моряки нанесли на карту юго-западный берег Южной Георгии, увязав его с картой Кука, прошедшего вдоль северо-восточного берега острова. Именно в эти дни, 15-17 декабря 1819 года, на карте Южного полушария впервые появились русские названия, данные в честь офицеров, участников экспедиции. Мысы Порядина, Демидова, Куприянова, залив Новосельского и остров Аненкова, первый остров открытой экспедиции. От Южной Георгии шлюпы взяли курс на юго-восток, к земле Сандвича. Температура воздуха понизилась, ветер крепчал. Шлюпы бросала с борта на борт. На четвертые сутки плавания от Южной Георгии встретился первый айсберг. А утром 22 декабря в 30 милях к северу от шлюпов показался неизвестный высокий остров с заснеженной вершиной. Восток и Мирный повернули к нему. Именно в этих местах, где находились русские корабли в последних числах декабря 1819 года, в водах, омывающих землю Сандвича, Кук в феврале 1775 года записал в своем путевом журнале строки, отпугнувшие европейских мореплавателей от попыток поиска Южного материка. Блинсгаузен и Лазаревая не устрашили вывода Кука. Они мужественно вели корабли к цели. Днем 29 декабря на юго-западе открылся высокий, покрытый снегом и окруженный тяжелыми льдами берег острова Сандерса. Назвав этот кулачок суши островом, Кук не был твердо уверен в том, что перед ним действительно остров. Русские моряки подтвердили его предположения. Они определили координаты острова Траверсе и зарисовали в свой альбом очертания его берегов. 22 декабря 1943 года Совнарком СССР утвердил текст нового государственного гимна СССР «Союз нерушимый, республик свободных». Музыка Александра Александрова, текст Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. История государственного гимна нашей страны берет свое начало с 18 века. До этого времени хор государевых певчих Дьяков во время праздников исполнял только православные песнопения. А при Петре I и до 1780-х годов встречи коронованных особ, военные победы и знаменательные юбилеи отмечались виватными кантами, один из которых начинался словами «Виват Россия именем Преславна». Первым же официальным государственным гимном России стала молитва русских на слова поэта Василия Жуковского и на мелодию английского государственного гимна «Боже, храни короля». Второй государственный гимн «Боже, царя храни» на слова того же Василия Жуковского и на музыку русского композитора Алексея Львова появился по инициативе императора Николая I в 1833 году. После февральской революции 1917 года при встрече послов, иностранных делегаций и перед началом спектаклей в театрах стала исполняться Марсельеза, боевая песня Рейнской армии, национальный гимн революционной Франции. В Советской Республике государственным гимном становится «Интернационал», написанный поэтом-коммунаром Эженом Потье на мелодию Пьера де Гейтера. В январе 1918 года, в момент открытия учредительного собрания, большевики и эсеры пели «Интернационал». С образованием в 1922 году СССР слова «Интернационала» были переведены почти на все языки народов СССР. Начавшаяся Великая Отечественная война оттеснила старые коммунистические и интернационалистические взгляды руководства страны на второй план, так как на первое место вышли задачи национально-государственные, которые должны были мобилизовать силы советского народа на разгром врага. Эти перемены состояли в усилении пропаганды русского и советского патриотизма, распуски Коминтерна, улучшении отношений с русской православной церковью и так далее. Для нового гимна было решено использовать музыку гимна партии большевиков, написанную Александром Александровым еще в 1939 году. Текст гимна СССР был написан Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль-Регистаном. 22 декабря 1943 года в газете «Правда» и в других центральных газетах было опубликовано сообщение Совнаркома СССР, в котором говорилось, «Ввиду того, что нынешний государственный гимн Советского Союза, интернационал, по своему содержанию не отражает коренных изменений, происшедших в нашей стране в результате победы советского строя, и не выражает социалистической сущности советского государства, Совет Народных Комиссаров Союза СССР решил заменить текст государственного гимна новым текстом, соответствующим по своему содержанию духу и сущности советского строя». Впервые он прозвучал в ночь на 1 января 1944 года, а уже с 15 марта стал использоваться постоянно. 22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелия «Не горюй». Кинокомедия была создана по мотивам романа французского писателя первой половины 19 века Клода Тилье «Мой дядя Бенджамен». В фильме сыграл блестящий актерский ансамбль Вахтанг Кикабидзе, Серго Закаридзе, Софико Чаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе. Режиссер позже рассказывал, что роман Тилье был любимой книжкой его матери, и он сам перечитывал его с пятого класса. Однако в силу незнания французской жизни он решил перевести действия на грузинскую почву. Он попробовал, и оказалось, что это сделать не так уж и трудно. Герои, став грузинами, стали походить на его друзей, родственников и знакомых. Бенджамен напоминал друга, поэта и критика Гурама Асатиани, лекарь Менский, его дядю, среднего брата мамы, а сестра Бенджамена – его родную сестру. Добрая, умная, сердечная и безукоризненная по вкусу картина, скажет потом о фильме Константин Симонов. «Не горюй» – один из любимых фильмов режиссера. Если смотреть объективно, признался Данелия, ближе всего к тому, что я хотел, получилось как раз в этом фильме. Стоит отметить, что все фильмы Георгия Данелия – это истинно актерские фильмы. Уже начиная со своих первых картин, режиссер подбирал свою кинематографическую труппу, не расставаясь с актерами, наиболее полно отвечающими его представлению о том, что такое хороший фильм. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok